наш эфир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям ну последние недели обозначилась рядом выборов не только у нас в одном из самых больших штатов но и в россии как насколько и вообще хорошее уточнение да насколько насколько вы знаете да выбор у нас везде так что да с них и начнем увы нам остается только смеяться да благодарю полина волкова за помощь подготовки выпуска и начну я правда даже не с россии не с калифорнии а будем двигаться с вами в хронологической последовательности и начнем с норвегии потому что первые выборы за эту неделю прошли именно там и сразу же они обозначили что дела но не очень хороши конечно нельзя всех сравнивать везде с разной ситуации везде разные партии но общую тенденцию вот бывает такое да в одном месте пошло не так и дальше все будет не так и к сожалению норвегия теперь у нас тоже примкнула к ко всем другим скандинавским странам мои там будут править но не называются лево центристы но в реальности конечно же левая и в принципе тоже на самом деле как это часто бывает и как во многих странах у это произошло виноваты в этом сами норвежские правоцентристы так назовем потому что они на самом деле находились у власти и даже несмотря на то что в парламенте было большинство рабочих партий ну ли баристы норвежские социал-демократы но вот тем не менее коалиция партии консервативные партии прогресса и еще нескольких небольших партий они находились у власти и в общем и целом как-то так некоторый порядок в норвегии пытались установить прежде всего за счет представителей партии прогресса потому что министр от этой партии и пытались так или иначе ужесточить миграционные режимы и в общем и целом некоторого успеха добились и даже повлияли на другие партии сокращение налогов и по мере сил госрегулирования но случилась такая штука что когда правящие консерваторы якобы хотя они повторяю же такие более центристы выкинули такой номер как вернули в норвегию игиловскую террористку но якобы из того что она норвежка и надо бы ее пожалеть еще кажется со всей семьей и вернули то представители партии прогресса не отношения с правительством порвали и в результате правительство лишилась самого правого крыла но и партия прогресса она третья была в парламенте они слегка свое положение испортили с точки зрения электорально это конечно плохо но с точки зрения принципиальной я в общем с ними наверно соглашусь потому что привозить террористов и называться после этого правыми консерваторами и с таким правительством иметь что-то общее это конечно же не делал тем не менее по мере приближения выборов партия прогресс поменяла лидера была севьян сына женщина вполне милая но производила впечатление не совсем боевой появилась сильви лист хок с которые связывают ужесточение эмиграции у которой я вам принес время рассказывал левая пресса до нас величает величало и величает ее не иначе как трамп в юбке кстати говоря вот лист хок положению поправила и партия вышла там было вообще что-то 5 6 процентов вышла на уровень около 10 11 но все равно закончилось все вы печально потому что все правые партии реальные ну или даже те которые условно правые потеряли места а левая партия места приобрели и теперь норвегии правит будет править такая коалиция лейбористы партия центра но в реальности она левая по крайней мере они давным-давно ориентируются на сотрудничество с левыми и партии левых социалистов но здесь название в принципе и так все говорит сама за себя и вместо эрны сольберг премьер консервативные ну якобы конечно но тем не менее будет теперь юноса гарри стора и понятно что ничего хорошего конечно же не будет потому что среди его направлении и в общем-то на чек счет эти выбор вообще назывались климатическими потому что там масштабные они затевают программы которые будут ударять по норвежской экономике они будут естественно повышение налогов введению новых налогов и все все удовольствие с чего норвежцы так себя повели если учесть что вообще-то их благосостояние оно основано на энергодобывающей промышленности прежде всего но видимо всеобщая тупень и население сказывается в том числе и на них и мы знаем что давно уж там вещь что происходит не очень хорошие антисемитизм и все что этим связано кстати гарс торе уже тоже требует добиваться как он говорит признание палестинского государства и так далее и тому подобное но в общем печально что вдвойне печальная партия прогресса то если бы она она заняла четвертое место конце концов место третьего первое лейбориста а наш партию труда второе консерваторы все равно даже несмотря на потери места к осталось 3 вот партия центра 4 партия прогресс но партия прогресса которые и лидер который та самая лист хок была едва ли не единственным ведущим политиком которая в этом году выступила на защиту израиля во время боевых действий и с атакой либерального истеблишмента норвегии она вот увы меньше будет иметь возможности влиять на политику как внутреннюю так и внешне тем не менее ну что нам остается делать на расстоянии все-таки ее как-то поддерживать и надеяться что партия прогресса которые себя позиционируют консервативной партии в американском кстати духе чего они не боятся и рейган ну и трамп как видите то есть ужесточение миграции мы же называл снижение налогов защиты энергодобывающей промышленности ну что они став главные позиционные партии а лист хок уже называют свою партию главные оппозиционные силы но все-таки какой-то эффект на норвегию окажет конце концов один момент уже есть пишут что вот этот самый гарс история ну несмотря на все его малоприятности но он вроде бы собирается тоже что-то с иммиграции делать смысле и тоже ужесточать мы посмотрим конечно же насколько его слова и дела совпадут но в общем начало так себе дальше калифорния про калифорнию уже копии сломано и будет сломано еще больше уже да как как что называется самое главное вы уже знаете и без меня я вам скажу следующее вы можете относиться к высказываниям и мнением элдера по-разному но и к нему относиться по-разному я совершенно открытым текстом признаю что да здесь я не объективен элдера читаю давно знаю давно он очень сильное влияние оказал на формирование моих взглядов вместе с овелом и еще несколькими людьми не буду сейчас называть поэтому да я защищал и буду его защищать это ото всех и от левых и от право ну давай честно признаем пока элдер не включился в компанию никто серьезно к ней не относился были там какие-то более-менее достойные наверняка республиканские кандидаты но все были уверены что ньюсом останется как только появился элдер все-таки компания на компанию стали обращать внимание левые забеспокоились задергались пошла травля российская очевидно и мы с вами увидели то что увидели при этом элдер себя позиционировал как консервативный республиканец посттрамповский как раз со свободами сокращением влияния профсоюзов открытием школы отмены всех этих принудительных и веков и медицинских мер борьба с преступностью ну в общем все что надо и даже те кто там его критикуют за какие-то высказывания но политические программы у него все было нормально давайте с этим не будем спорить и сейчас главное это не дать либо либеральным средства массовой информации навязать вот такую повестку дня что элдер проиграл потому что он новый трамп и потому что он прежде всего адресовал себя к вел себя так дословная цитата словно калифорния в калифорнии живут только избиратели трампа элдера пример того что консервативный кандидат может иметь весьма и весьма серьезный эффект поражения бывают разные некоторые поражения действительно заканчиваются плохо и человек пропадает но бывают поражения такие когда эффект да как от камня брошенного в реку или во что там был любой выдаем расходятся в разные стороны круги я уж не буду нет буду почему нет голда отербакль вспомните сами оба проиграли но эффект был довольно таки серьезно поэтому поражение элдера она тем не менее должно сплотить на самом деле вокруг него калифорнийских республиканцев я напоминаю вам правила никсона если вам кажется что ваш кандидат ошибается в одном или двух местах моменты то может он и ошибается но вы то если вы его из-за этих одного-двух моментов проигнорируете вы получите демократ который ошибается во всем элдера на сегодняшний день нравится не нравится но это самый консервативный калифорнийские дети он узнаваемый он популярный поэтому с ним так или иначе будет связано будущее калифорнийской республиканской партии если партия рассчитывает на какой-то эффект все таки что он будет дальше выступаю участвовать следующих выборов губернатора идти в сенаторов конгрессмены это мы посмотрим конечно же будет ли он связан с калифорнией или еще с чем-то мы тоже посмотрим но кандидат яркий кандидат заявила себе поэтому да на него стоит внимание обратить и глядя на то что будет происходить скоро скоро в нью-йорке там конечно же надо будет быть поактивнее потому что в нью-йорке шансов победить больше конечно же и изначально их было больше и зелдин все-таки должен быть тем человеком который станет следующим губернатором да это сейчас еще рано говорить слишком конечно такое громогласное заявление но поддерживать его нужно я полагаю же сейчас чтобы конгрессмен зелдин повторяю добился успеха не получилось калифорнии эффект есть либеральный расизм снова выпал снаружи кандидат с консервативной программой оказался гораздо более эффектным и привлек кстати немалое количество латиноамериканских голосов я напомню больше всего поддержали из так называемых меньшинств ньюсом и чернокожие как раз потом на втором месте азиатского происхождения американцы а вот латиноамериканцы наименее охотно так что ведь консервативом он все-таки привлекает к себе и меньшинство тоже вот в нью-йорке сделал динкаешь не такой яркий но с другой стороны он немного более разбирается во всех этих тонкостях предвыборной кампании так напоминаю конгресс мы в общем понятно что многие из нас расстроены случающимся в калифорнии но винить друг друга не надо надо сплачиваться ничего другого не получится что касается выборов непосредственно в россии то о них на самом деле я искать в общем-то нечего кроме того что не хорошо злорадствовать но глядя на то как себя ведут наши якобы оппозиционеры я все-таки так никто злорадство не могу удержаться потому что начало они от нас требовали голосовать за коммунистов что но равносильно тому чтобы требовать не голосовали вообще или голосовали за единую россию в реальности нет разницы повторяют все как филиалы кпс но и потом они нам с пеной у рта либералов эти наши доказывали всю осень и зиму что электронное голосование это вообще круто замечательно и так далее и что все это все махинации это неправда и не надо на это обращать никакого внимания а теперь выясняется что это кажется это плохо потому что из-за электронного голосования побеждает единая россия ну как бы товарищи кто-нибудь вообще скажет о том что вы так или иначе поспособствовали потому что это самое электронное голосование у нас активно выводится не похоже так что все общем получили то что и заслужили у нас в стране грустно конечно да еще грустнее чем то что в америке происходит потому что я все-таки здесь и на сегодняшний день картина вообще беспросветная здесь выглядит куда куда ни посмотри везде или путин или коммунист или тупые либерал которые все только ухудшают мы поэтому да лучше не буду я говорить чтобы не впадать в лишние эмоции только еще замечу момент знаете сегодня вообще какой-то момент такой странный расплаты у нас в стране вот я сказал либералы огребли и еще опять я не злорадствую человеческой смерти всегда трагедии но как же наши средства массовой информации любуются и обсасывают каждый случай массовых расстрелов в америке вот как они этим упиваются что посмотрите в америке такое у нас такого нет посмотрите новости что было сегодня в перми ну и опять я не злорадствую это меня совсем не радует тем более случилось в общеобразовательном учебном высшем учебном заведении это конечно же ужас но не надо злорадствовать и путинисты которые так любят нападать на америку вот вы получили то что бывает за злорадство да она и вернемся к теме выборов ближай что сегодня у нас еще выбор в канаде на самом деле там ситуация весьма запутанная трюдо который ну чем меньше о нем сказано чуть тем лучше потому что хорошего все равно не скажешь но он себя позиционирует как беспощадный борец с к видом и чуть ли не герой и поэтому вот выборы заранее и затеял программа его либералов там понятно это опять зеленая политика от борьба с расизмом но в общем стандартные наборы левых штампов с консерваторами тоже ситуация не такая радужная как хотелось бы их лидер эрю но тулан вроде бы когда выигрывал становился лидером консерваторов себя позиционировал синим ну то есть в американском понимании консерваторы экономические социальные так далее в канаде там есть синие и красные консерваторы но вот сейчас ближе к выборам общефедеральным он уже скорее такой красный тори то есть в домашней во внутренней политике себя позиционирует либералом по целому ряду моментов уже с оружейным контролем не так хочется рожаться и тоже эти экологические меры собирается так или иначе воплощает в жизнь но по крайней мере хочется таки энергетическую промышленность более-менее развивать чтобы не было зависимости от россии от арабских стран находится в этом он хорош но и внешняя политика у него гораздо разумнее чем у трюдо там и противостояние китаю и помощь тайваню и перенос посольства в иерусалим в общем тут тут вот точно за неимением лучшего от улы консерваторы даже в их нынешнем состоянии они выглядят предпочтительнее но опять боюсь я ничего не получится потому что даже если они выиграют по общим голосам такое скорее всего произойдет кстати по опросам то вот по провинциям а там какое количество людей получают как партии получать сколько мест парламенте но примерно как коллеги выборщиков там то вот здесь в нужных провинциях победят скорее всего либералы и увы боюсь что трюдо с компанией они снова останутся но от правительства меньшинства они будут или большинства посмотрим скорее меньшинства хотя им это не особенно мешает и еще у нас надвигаются выборы в японии но пожалуй про них муж поговорим от ближе к делу так как они все-таки не вот на этой неделе выборы в канаде уже сегодня насколько я знаю так что следим за происходящим и все-таки надеемся на победу консерваторов каких у них каких бы то ни было чтобы на вот настроение от этой недели сгладить и хоть какой-то повод для оптимизма знаете я люблю какой-то повод для оптимизма вспоминать или из привлекать он появился но здесь я пожалуй мог но если сергей что добавить с удовольствием передам кстати результаты выборов в калифорнии как-то не внушают оптимизма по поводу того что будет происходить в двадцать в двадцать втором году в двадцать четвертом в калифорнии позволили печатать бюллетени на к на своих компьютерах распечатывать бюллетени и информация которая просачивается в соцсети не официальная информация потому что но официоз молчит люди избиратели приходят на участке и вдруг выясняется что они уже проголосовали а на некоторых участках так такая ситуация доходит до 70 процентов то есть кто проголосовал как проголосовал это уже неважно результат вот такой я боюсь что если это же технология судя по всему по той потому безумие которая опять разыгрывается с с этой болячкой я не знаю мне кстати довелось немножко послушать обсуждение но слушание по поводу так называемого booster shot и мы знаем что не получила одобрение вот этот третий третий укол и неудивительно почему белый дом наставил на том что все да уже практически решено и тут вдруг раз на тебе и вот это единственные публичные слушания по моему в которых на которых прозвучала правда люди приводили дату данные которые в результате исследования получены скажем в израиле и в других регионах говорили о том что в них в некоторых случаях уколы являются причиной смерти и в общем в общем довольно интересно и в то же время здесь председатель издают исполнительный указ обязательного вакцинирования государственных служащих но при этом при этом есть исключение члены конгресса их стафферы сотрудники белого дома сотрудники центра по контролю вот это как раз cdc работники управления по контролю за продуктами и лекарствами в день работники почтовой службы сотрудники фармацевтических компаний фарзов файзер и модерна ну и нелегальные мигранты они вот как бы исключается из этого постановления но орвелл по-прежнему все все животные равны но некоторые равны больше чем другие и помнить в прошлый раз говорили мы про болсонару но вот он на прошлой неделе тоже порадовал он сказал что у нас в бразилии вакцины есть кому нужно пользуйтесь но я не имею право заставлять людей колоть то что остается экспериментальным средством позиция что называется здорового человека тем более что сам был сонар переболел этой дрянь это и ничего как видите живой но вот сейчас я смотрю что там будет в нью-йорке потому что в нью-йорк то нельзя вроде как выезжать поправьте меня если я не прав без прививки а был сонару говорит что он болел и зачем его прививка а должен выступать в оон в общем посмотрим что там будет как его пустят не пустят или а скандалится и запретят ему въезд из-за этой прививки поглядим в общем во всей этой ситуации очень мало логики в частности исключения из общего числа обязательных уколов нет некий группы людей во вторых скажем здесь председатель отменил ограничение на полеты к нам иностранцев для тех кто имеет искать полную вакцинацию им разрешено остальные кто не имеет им запрещено хотя сиди си и даже этот факир фаучи говорит о том что люди которые полностью так сказать укололись один-два или даже три раза вовсе не гарантированно от того чтобы заразиться или передать заразу другому то есть человек который ну со стороны наблюдая может подумать сказать так понятно значит люди которые полностью уколоты могут переносить заразу точно так же как люди причем скорее всего еще заразу в какой-нибудь мутированной форме не хуже чем люди которые не уколоты так смысл всех мероприятий проводимых этим режимом сводится не к тому чтобы оздоровить нацию ли сохранить здоровье нации а к тому чтобы как можно больше уколов было продано все другого я не вижу плюс контроль плюс может быть вот предстоящие выборы то есть нагнетается обстановка с тем чтобы к выборам объявить очередной локдауны и так сказать запретить собираться больше трех как это было в начале этого безумия когда нас всех заставляли сидеть по домам без сейф стейхом что на самом деле не есть здоровый как выяснилось что основные так сказать люди которые заразились этой болезни как раз те люди которые соблюдали вот такой карантин находясь закрытых помещениях они те кто позволяет все язычки перебивая вы помните сколько дней было объявлено на этот самый флэттон за керку сначала 14 дней вот да а потом все цели менялись задачи менялись потом они в общем все это сплошную безумие вот если бы взять по полочкам разложить ну человек не заточенный человек который попытается так сказать абстрагироваться от своих политических убеждений и просто посмотреть на хронологию событий должен понять что вообще мы живем в абсурде в каком-то это не значит что люди которые хотят уколоться на здоровье и кому-то это помогает и слава богу что это есть но то что делает режим это уму не по ну то есть можно понять почему и для чего он это делает другое дело что это не имеет ничего общего с заботой о здоровье нации так мы немножко заговорились наверное надо сделать небольшой перерыв буквально несколько минут после чего вернемся обязательно продолжим если будет желание можете позвонить и задать вопрос или прокомментировать возвращаемся в программу час ивана денисова ну и теперь наверное давайте как я обещал принял сначала звонок а уже потом перейдем к следующим темам добрый день пожалуйста в эфире добрый день у меня вопрос по поводу выборов корнии вы сказали что азиатская община проголосовала за демократа вот община она же неоднородная там китайцы корейцы я помню вот кто там у них доминирует если знаете можете ответить и второй вопрос тенденция тенденция только для калифорнии или тенденция для всей страны что азиаты будут голосовать за демократа ну к сожалению те данные что приводил майкл броуна я у него это взял информацию знаете уважаемый человек он просто пишет blacks и и джонам эриканс латинос поэтому он не дает разбивку кто корейцы китайцы и так далее увы я мне тоже было интересно это узнать на самом деле насколько я помню вьетнамцы обычно все-таки за республиканцев кстати сказать ну понятно потому что откуда они корейцы по-разному китайцы преимущественно все-таки за демократ у меня сложилось такое впечатление по тем данным что я видел раньше но что касается обстановки по всей стране то тоже мне сложно сказать что и как представляет что сейчас все-таки больше увы азиат азиат и американцы голосуют за демократа а вот некоторые тенденции к моему собственному удивлению кстати среди латиноамериканцев я не говорю что это все завтра они все республиканцы и так далее нет но некоторые тенденции поддержки республиканцев она все-таки наметилась будет она продолжаться дальше или выдохнется это мне сказать сложно но это опять ни в коей мере не означает что надо их завозить в огромном количестве нет ни в коем случае тем более что сами же южные латиноамериканцы легальные они зачастую поддерживают республиканцев именно в вопросе ужесточения миграционной политики вот так ну и на не на последних президентских выборах потому что тут я даже не знаю если статистика не наверно даже не разбирают кто за кого голосовал потому что иначе сами запутаются и вдруг проговорятся что выбор украден и сфальсифицирован и но вот скажем на предыдущих и до того выборах азиаты даже на один процент больше чем латинос проголосовали за демократов то есть 73 процента азиатов голосовали на президентских выборах за демократов так что ну там тоже разбивка не дается более подробная просто азиаты окей так или иначе ольстер эта тема которую вы нам обещали освещать периодически да весь год у нас ольстерские и сегодня новая наша глава но опять выбрал я изначально вам обещал сегодня рассказать про полк обороны ольстера но это же получается вас интересный параллель мы на прошлой неделе с вами увидели увы на примере американской политики не новость такое бывало и раньше тоже увы что военным на доверие все меньше и меньше на примере генерал эмили но к нему мы к сожалению наверное еще вернемся поэтому для меня рассказ про полк обороны ольстера это пример того когда военных действительно ценили и было за что но когда политики делали все чтобы их себе подчинить раздавить их лояльность политизировать и к сожалению и в британии в америке это происходило вы помните в августе мы говорили про королевскую полицию ольстера и было еще такое подразделение как специальная от особый отряд полиции ольстера олстер special constabulary который был особенно известен своими резервистами без пришел с так называемая они вроде бы не состояли на постоянной службе но часто использовались в двадцатые тридцатые и так далее годы для поддержания порядка и в принципе работали они достаточно хорошо но так как их не очень естественно было легко контролировать то на них постоянно жаловались что вроде бы они притесняют убивают невинных хотя скорее всего это неправда но тем не менее и давление было сильно и когда в конце шестидесятых годов пошел такой курс на замерение ирландского национализма себя не оправдавший и пошли на разнообразные комиссии из лондона то было решено вот это спец специальную полицию расформировать а военные функции отдать вот изначально добровольному и по такому полупрофессиональному подразделению как отряд обороны вольстер олстер defense regiment а он тоже не понравилось сначала название напомню вольстер это 9 графств из них только 6 составе северной ирландии но оставили и изначально туда шли в основном люди уже отслужившие в армии люди которые так или иначе имели опыт военные и они были ну как бы волонтеры то есть не там днем патрулируют вечером идут домой или не патрулирует как неделю неделю занимаются ким своими делами многие записывались в этот полк даже продолжают заниматься свой бизнес и содержали работы почтальоном еще кем-то почему они делали но я вам говорил о вольстер это такой народ и кстати в америке это заметно куда многие переехали напоминаю вам что для них защищать своих это превыше всего и да вроде бы сиди себе занимайся своим бизнесом все уже там отслужил или в полицию отработал но нет поскольку если есть малейшая опасность для семьи для друзей они записывались вот в этот полк и делали свою работу работа была опасная потому что с конца шестидесятых уровень насилия вырос и нападали на них как ирландские террористы так иногда увы и вроде бы свои то есть ольстерские лоялисты к сожалению такое происходило да еще уже начало здесь начало работы полка обороны ольстера столкнулась с тремя такими очень важными и серьезными событиями это в семьдесят первом году интер массового интернирования подозреваемых связях с ирландской республиканской армии семьдесят втором году это кровавое воскресенье хотя они к нему не имели отношения кстати говоря и в семьдесят четвертом году это забастую общая ольстерская забастовка интернирование его принято считать ошибкой и причитали преступлением северо-ирландского правительства но в реальности все было нормально действительно когда начались массовые аресты и задержание всех подозреваемых в террористической деятельности то первые моменты возросло это самая деятельность как реакция но в результате добиться какого-то спада правительство удалось другое дело что эту историю сильно раздули ирландской республиканской армии у которой жители израиля знают как работает пропаганда террористов и ирландцы они дружат с арабскими террористами не просто так поэтому они развернули массовую компанию делали сюжеты что вот несчастные женщины и дети чьих родителей там братьев братьев отцов арестовали как они едут в ирландию спасаясь от преследований потом выяснилось что почти все участники этих постановок они вернулись в северную ирландию кстати говоря а вот но естественно обстановка была напряженной и пришлось с этим справляться полиции и тому самому полку обороны ольстера который снизил напряжение до минимума семьдесят втором году было была стрельба британских солдат не ольстерских именно британских по демонстрации в лондон дерри опять это принято описывать как стрельбу про безоружным но скорее всего во первых это марш был запрещен шли опять ирландские националисты во вторых судя по всему армия была спровоцирована возможны действия были чрезмерными я не знаю то что провокация со стороны националистов было это же безусловно но опять страдать пришлось кому не столько даже британской армии хотя и их убивали очень серьезно страдать пришлось представителям ольстерской полиции полка обороны вольстера и всем четвертом году когда протестуя против соглашения по которому северо-ирландское правительство включались представители националистических партий и затевался даже такой совет совместный северо-ирландские ирландские для управления провинции то тогда лоялисты просто парализовали жизнь вольстере и практически взяли власть в свои руки ну не так уж и плохо кстати говоря результате получилось но то что чтобы не вышло это уж какие-то столкновения и в беспорядке тут постаралась ассоциация обороны ольстера боевой организации как раз полк обороны ольстера собственно говоря считается что вот 74 год это их боевое крещение когда ситуация не вышла из-под контроля благодаря их взаимодействию с лоялистскими группировками они взаимодействовали за что их правда ругали но они были совершенно правы по моему убеждению в целях безопасности и не позволили вот этой забастовки вылиться в хаос но и плюс опять же ульстерская дисциплина она помогла после этого события семидесятых восьмидесятых годов но это череда событий ситуации когда представители убивали этого полка обороны ольстеры зачастую даже не на службе это было как с полицейскими террористы старались убить их когда они вот я вам говорил возвращались домой после службы когда они работали свободное от службы время когда были с семьей но для террористов это было неважно им надо было уничтожить как можно больше тех кого они считали врагами и преступления убийства людей по представителей полка обороны ольстера которых убили вне службы насколько я помню больше чем тех кто погиб на службе но это не останавливало продолжаю люди что дошли более того что пошло омоложение все больше и больше молодых людей туда записывали чтобы защищать своих продолжалось взаимодействие да с группировками лаилискими их за это упрекали но повторяют было взаимовыгодно они получали информацию о террористах они знали где и как появиться привлекли женщин девушки туда пошли боевые которые как положено представительница мольстера за словом в карман не лезли есть такая знаменитая историю трудно перевести но я попробую без перевода рассказать девушек в составе полка обороны ольстера их называли green finches зеленушки ну потому что да зеленый свет свет ассоциируется с ирландии даже северный и как-то раз там чиновник из лондона приехал проверять как работает этот полк обороны ольстера и столкнулся с патрульными как раз женщинами отдел был очень холодным днем он спросил как у вас дела девушки сказали да все нормально только вот называют нас неправильно так как холодно надо мы сегодня не not green finches bad blue tits но блютит это вообще лазоревка птица такая но вообще если вы знаете английский язык и то вы поняли в чем смысл шутки я не буду переводить чтобы меня в сексизме не упрекали но повторяю блютит вы меня поняли политики интересовались полком обороны ольстера энок пауэлл про него рассказывал знаменитые сторонник ужесточения миграции автор знаменитой пророческой речи реки крови он когда перешел из консервативной партии в ольстерскую юнионистскую он старался оказывать всяческую помощь полку обороны ольстера и даже порой выезжал с ними на патрулирование что кстати было опасно это не просто какое-то позирование там могли убить запросто тем более он естественно там был форме и ну и политику убить удобно а если не узнали то просто как офицеры а тетчер 78 году побывала и была полностью очарована служба офицерами есть даже такая история что она так увлеклась разговором с ними и разглядыванием военной техники что когда ее муж дэннис позвал тетчер на какой-то там мероприятие политическое она его просто-напросто прогнала потому что и общение с мужчинами и женщинами полка обороны ольстера было гораздо интереснее чем общение с политиками но правда вы тетчеры как будет свернуть следующий раз мы об этом поговорим с вами ольстера не понимала все таки и не оказалось большим другом моего любимого места в европе но вот ее уважение к армии она сказывалась полка барона вольстера она защищала по мере силы старалась и даже очень и поэтому когда в конце 80-х его стали требовать чтобы его закрыли и началась вот эта вот кампания его травлю что якобы он против католиков что якобы сотрудничать с лоялистами хотя расследование проводились они ничего не подтвердили но тем не менее тетчеры всегда защищала тетчер всегда говорила что это настоящие патриоты что они делают все чтобы вот в северной ирландии сохранялась хоть какой-то мир и спокойствие но вы и тетчер ничего не смогла от нее избавились товарищи по партии и в конце концов в девяносто втором году да я уж тут ускоряю на свое повествование в девяносто втором году полка барона вольстера был объединена с ирландскими королевскими рейнджерами и стал это боевое подразделение называться ирландский королевский полк и вот 22-летний его история она на том как принято считать и закончилась я вам еще раз повторю только в общих словах ее описал история захватывающая по ней можно сделать до такой бы его боевик что не оторвешься новая история трагичная люди погибали люди так или иначе 400 тысяч человек служила в этом подразделении за 22 года было убито 197 при этом повторяю может не такая серьезная цифра на это мирное время не забывайте и многих из них убивали дома как я и говорил 51 человек покончил с собой не выдержав психологического напряжения но ольстердс это ольстердс чтобы не происходило их давили политики их обвиняли их критиковали их проклинали но они делали то что считали нужным для ольстердса главное это защитить как я уже говорил своих и те люди которые шли в полк обороны ольстера понимая что они рискуют своей жизнью понимая что на могут нанести травмы своей семье если убьют на глазах семьи но ольстерская храбрость она превыше всего сколько людей было спасено в северной ирландии и возможные в ирландии кстати потому что террористы они везде действовали благодаря полку обороны ольстера мы конечно же никогда не узнаем но то что перед нами история действительно военных которые заслуживают уважение восхищения и то что как писал джон поттер своей истории полка обороны ольстера их службы это свидетельствовал настоящей лояльности настоящего героизма и настоящей храбрости это безусловно если сегодня такие военные в соединенном королевстве и в других странах я не знаю но мне очень хочется надеяться что они есть а всем нам надо помнить и уважать наследие полка обороны ольстера несмотря на все что делают политики но а в следующий раз у нас будет рассказ как раз через месяц в октябре про то как северную ирландию уничтожить пытались уничтожить через разные соглашения и договоренности тем более сейчас эта тема актуальна но повторяют через месяц а сегодня время мое уже истекает так что я умолкаю если сергей ничего не добавит то видимо это все судя по всему добавить нечего и и некогда спасибо огромное иван как всегда очень интересно и до следующей встречи спасибо вам до встречи